2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. И эта нить, она помогает нам за нее держаться и быть соработниками в устроении Божьего плана, который хочет он совершить на этой земле, не без нашей с вами помощи, конечно же. Поэтому, говоря о исходе еврейского народа из Египта, а в частности, в контексте нашей с вами недельной главы, которая говорит о казнях, она завершает вот эти вот 10 казней последними тремя, мы можем видеть два направления, которые являются неотъемлемой частью указывающей на основную цель Бога. И первое направление — это свидетельство для внутреннего созидания Божьего народа. И читая нашу недельную главу, мы видим, что казни, которые Бог произвел над Египтом, имели определенную цель. Это было не просто так. Мы знаем, что тем самым Бог показывал, что Он Бог над богами, а боги Египта не являются таковыми, что Он над ними, Он сильнее их. Мы знаем, что основная все-таки цель этих казней — это созидание веры народа. И Бог через эти казни, Он созидал веру, и в нашей главе Он показывает, как надо созидать веру через память. Потому что, скажу вам так, что мы, люди, все-таки существа забывчивые. И память в вере, она очень немаловажный фактор. И с первого стиха главы Бог указывает на это. Читаем Шмот 10.1.2. «И сказал Господь Моше, войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». И что мы видим? Рассказ. Речь идет о том, что надо рассказать. Что такое рассказ? Рассказ – это не что иное, как свидетельство. Это свидетельство о том, что Бог делал. Бог хочет, чтобы вера народа утверждалась на свидетельстве о Его дивных делах, на свидетельстве о Его чудесах и на свидетельстве о знамениях, которые были показаны непосредственно при выходе еврейского народа из Египта. И именно свидетельство Божьей силы, не о самом Боге, а свидетельство Божьей силы рождает реальность веры. Я скажу вам, друзья, что мы можем много говорить о Боге, рассказывать, какой Он, и это хорошо и правильно, но я скажу так, что это этап Его познания, который человек начинает проходить уже с рожденной верой в то, что Бог существует. И Писание, вот в Евреям пишет 11 глава 6 стих, все хорошо нам известные стих, «А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». А реальность Бога в этом мире являют Его дела. Реальность Бога в этом мире являют Его дела, друзья. И хочу сказать, что очень важный момент, что в воспитании наших детей очень важно говорить не просто о Боге, а о Его дивных делах и о Его чудесах, которые Он творит. Это будет рождать веру в реальность существования Бога. Ведь сам Бог, по сути, не видим, да, мы знаем, Бога мы не видим, но мы видим Бога в Его действиях. Мы видим, и это рождает нас веру. Я вспоминаю свое обращение к Богу. Я помню момент, у меня он всегда стоит перед глазами, как мы с Ирой сидели на балконе, и мы не понимали. Это надо от всего отказаться. Как это можно? Как можно жить верующим? Это, наверное, очень скучно, но мы решили попробовать. И вы знаете, попробовав первое чудо, которое сотворил Бог, я начал понимать Писание. Скажу вам честно, до того, как уверовав, у меня было времени много, я два раза перечитал Библию от корки до корки, ничего не понял вообще. Вообще. Но когда я пришел в общину, уверовал, обратился к Богу, я начал понимать Писание. Второе чудо, Бог исцелил меня, мою печень. И это родило, я говорю, действительно, Бог реален, Он есть. Потом начался уже этап познания Его. Но именно Его дивные дела, чудеса рождают веру. И в своей семье, вот, например, я Тимофею всегда рассказываю о Его чудном рождении. Потому что, ну, для тех, кто не знает, скажу, что община очень сильно молилась за Ирочку, когда она была беременная. И у нас была ситуация, что мы потеряли двоих детей. Первая девочка тяжело рождалась, прожила один день. Вторая девочка умерла в семь месяцев, замерла в утробе. И врач, когда принял роды, он сказал, это чудо Божье, что вы смогли доносить ребенка. Это чудо. Он говорит, вы должны были с пятого месяца лежать на сохранении, не вставая. И я рассказываю об этом моему сыну. Я рассказываю о том, что Бог делает у меня в семье, в моей жизни, что Он сделал. Что Он делает в общине. Как Он являет свою славу. И я верю, что именно дела Божьи рождают веру в наших детях. Друзья, наша глава делает упор на свидетельстве внутри семьи. О рассказе внутри семьи, потому что Божий народ должен увеличиваться количественно в первую очередь через наши семьи. Вы знаете, когда-то давно была такая практика увеличения христианства через деторождение. И вы знаете, я скажу, что в этом есть сенс. В деторождении есть сенс. Почему? Потому что если мы посмотрим на мусульман, у них много детей. И ислам развивается, потому что их дети идут по их стопам. И это есть развитие их религии. Поэтому это важный момент. Обратите внимание, кто молодые. Итак, друзья. Друзья, читая нашу главу, мы видим, что в Песах он установлен как семейный праздник. И пасхальная Агадапа, пасхальный рассказ, он как раз свидетельствует о дивных чудесах Божьих. И это происходит внутри семьи. Семья – это основа общества. Семья – это основа общества. И это основа Божьего народа, на который Тора обращает очень важное и пристальное внимание. Я скажу, друзья, что мы должны стремиться научить наших детей своим свидетельствам о том, что Бог вывел нас из нашего Египта и своей жизнью, подтверждающий этот выход, следовать за Богом. Это наша ответственность как родителей. И для нас также важно свидетельство Божьей славы внутри себя. Я имею в виду внутри общества, внутри общины. Ведь призыв праздновать Песох, он обращен непосредственно ко всей общине Израиля. И когда говорится о выборе Агнца, то указано совместное. Есть случаи, когда будет совместное проведение Песоха с соседями. И это показывает о том, что должна быть солидарность, о том, что должно быть единство определенное. И я скажу, что внутри общины свидетельство важная часть. Меня, например, очень вдохновляет, когда я слышу, как люди рассказывают о том, как они пришли к Богу. Я очень люблю слушать, когда люди рассказывают о том, как они пришли к Богу. Это поднимает мою веру. Я очень люблю слушать, когда люди свидетельствуют о Божьей славе, которую Он творит. Это рождает веру, это укрепляет веру и это поднимает, друзья, наши веры. Это важная часть в нашем общении. И если мы посмотрим Брит Хадаша, то увидим, что в принципе все Евангелия, написанные, они основаны на свидетельстве учеников. Они то, что видели, то и писали. Деяние, первая глава, первый стих. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Ешуа делал и чему учил от начала. Что делает Лука? Он рассказывает то, что он услышал от Петра, как говорят ученые, что это были слова Петра, записанные Лукой. Он услышал и он рассказывает это свидетельство. Иоанн вообще говорит совсем интересно. Он говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осизали руки наши о слове жизни. Ибо явилась жизнь, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. И Писание показывает нам, что созидание общины, оно происходит на основании Божьих чудес, Божьих знамений и свидетельствия о Мессии, который их сотворял, и свидетельствия того, что Бог внутри своей общины. Мы посмотрим, если Деяние 2 главу написано в 43 стихе. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершались через апостолов в Иерусалиме». И мы видим, что рождение Божьей общины, оно происходило подобным образом, как происходило рождение израильского народа. Были явлены чудеса, Бог являлся дивным образом себя, Бог показывал себя в своих делах. Нам важно об этих делах говорить. Бог вчера, сегодня и во веки тот же. Он хочет, чтобы вера Божьего народа, она созидалась. Созидалась на свидетельстве о том, что Он вывел свой народ некогда из Египта во время исхода, совершая великие знамения свои над Египтом, и о том, что Ешуа, Он вывел нас тоже из Египта, Он вывел нас из рабства греха и вел нас в свое царствие. Это тоже важная, это основная часть, и совершил Он это с величайшим знамением тоже. То, что Он произвел с нами, Он совершил с величайшим знамением, это знамение Его воскресения. Я думаю, что это большее из знамений, которое может быть. Он первенец воскресший. Друзья, второе направление, которое я увидел в нашей недельной главе, которое проходит через все Писание, это свидетельство для внешних, для внешнего созидания Божьего народа. Сейчас первая часть была для внутреннего созидания, а вторая часть – это для внешнего созидания Божьего народа. И в нашей недельной главе мы читаем, в Шмо 12, 37-38, «И отправили сыны Израилевы из Рамсеса в Сакфок до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». И мы видим, что с Божьим народом выжило большое число людей из других народов. Эти люди, они увидели казни, которые Бог произвел над Египтом. Это было для них знамением, и они приняли для себя решение – последовать за народом, где Бог действительно Бог богов. Он над богами Египта. Он показал себя в своих делах. И что мы видим? Это показывает, что изначально Божье намерение, оно было связано с тем, чтобы вывести народ, но чтобы вышли также другие народы. Всегда Божьи намерения были направлены и на другие народы. Израиль, он сыграл ключевую роль в этом божественном плане. И я читал один интересный комментарий. Так вот, комментатор пишет, что изначально Божий план был как раз в выходе того, чтобы с Израилем вышли другие народы. Это был его план. Мы видим, если оно совершилось, то можно сказать, что это был его план. Потому что очень большое количество разноплеменных народов вышло вместе с Израилем. И, друзья, если мы вспомним период рождения Божьей общины после воскресения Ишо, то видим, что он собрал учеников в Иерусалиме, когда Дух Святой на них сошел, то это происходило также со знамениями. Было определенное знамение. Люди начали говорить на других языках. Помните? На иных языках. И интересно, в Деянии написано, что когда сделался этот шум, собрался народ и пришли в смятение, ибо каждый слышал их говорящим своим наречиям. И перечисляется большое количество народов, и написано в конце, что слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Это было знамение для других народов, что люди начали слышать евреев, говорящие на разных языках, провозвещая Божьи дела великие. И это знамение показало перспективу того, что и другие народы, они могут через жертву Мессии стать Божьей общиной. Если мы вспомним, то сам Машех говорил, что мы призваны свидетельствовать. И он говорил, что в Деянии 1 глава 8 стих, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Иешуа показывает два направления. Он первое показывает внутреннее, Иерусалим, Иудея, а потом он показывает внешнее, он говорит, Самария, и даже до края земли, друзья. Поэтому я призываю свидетельствовать о дивных Божьих делах. Сегодня, к сожалению, вот мы можем видеть часто, что верующие люди встречаются, что когда и спрашиваешь о свидетельстве, им нечего сказать. Бывает. Вот, к сожалению, я встречал людей, ты спрашиваешь, не знаю, я 20 лет верующий, уже не знаю, о чем сказать. Но я верю в то, что все знамения и чудеса, которые описаны в нашей главе, и во всей Библии, они помогают видеть и различать чудеса и знамений, которые делались тогда и которые делаются сейчас. Это все, что мы видим в Писании, что происходит, оно созидает нашу веру. И Ишуа сказал, друзья, сейчас, тем более, что мы знаем с вами, что на данный момент эра Божьей общины строится через веру на основании Божьих чудес, потому что его дела продолжают делаться. Мы видим сейчас большое количество чудес и знамений, которые происходят. Аминь. Мы же видим Бога творящего. Видим. Ишуа сказал, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше всех сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И сегодня Бог через своих детей Он совершает чудеса и знамения. И давайте будем свидетельствовать об этом. Это важная часть. Говорить о том, что Бог делал, сделал когда-то, и говорить о том, что Бог делает сейчас. Давайте будем свидетельствовать свидетельствовать в наших семьях, в общине и свидетельствовать внешним. Я верю, что Бог нас к этому призывает. Пусть Он нам в этом поможет. Аминь. 2018 год – это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Это год веры. И—